МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала Юрген. Крик криминала-комментарии. В студии Эдуард Бушуев. Здравствуйте. Сегодня в программе. Мерзко и чудовищно. Казённые профилактории пажгинскому педофилу. Разбой на школьницу. Не детские забавы сельских подростков. Заманчивая пирамида. Тюремные сроки за высокие проценты. Четверть века за чудовищное преступление. Верховный суд в коме вынес приговор 30-летнему Павлу Габышеву. Безработного жителя села Пашга Соктовдинского района обвиняли в изнасиловании и убийстве 10-летней девочки в мае этого года. Сам фигурант, хоть и признавал, что лишил ребёнка жизни, на свою причастность к надругательству, полностью отрицал. Эти слова опровергла генетическая экспертиза, которая выявила его ДНК на теле жертвы. Репортаж Егора Ильченко. Жуткое убийство в селе Пашга случилось 16 мая. Вечером школьница не пришла на танцевальный кружок, а беспокойный преподаватель отправила ученика к ней домой. Дверь была открыта. Мёртвая девочка лежала на кухне. На место происшествия выехала группа следователей, оперативников и экспертов. При осмотре помещения они надели маски, шапочки, бахилы и перчатки, чтобы случайно не оставить свои следы. И впервые в практике использовали специальный криминалистический фонарь для обнаружения биоматериалов по экспертизе ДНК. Благодаря этим методам удалось установить генетические наслоения на теле потерпевшей, которые принадлежали преступнику. Тем временем сотрудники уголовного розыска и участковые опросили жителей ближайших домов. Соседи никого подозрительного не заметили. По их словам, за стеной не было ни криков, ни шума борьбы. Там играла громкая музыка, но никто не придал этому значения. Дверь в квартиру не была повреждена, ценности не пропали. Было очевидно, школьница сама впустила убийцу. Одна из этих версий звучала так, что убийство совершил кто-то знакомый, либо тот, кто знаком с этой девочкой, либо кто вхож в семью к этой девочке. Ну, помимо этого, конечно, у нас отрабатывались другие версии. На причастность к убийству проверили 10 местных жителей. Среди людей, вхожих в дом, мать потерпевшей назвала дальнего родственника. Брата своей заловки Павла Габушева. В квартире ранее судимого мужчины сыщики обнаружили наспех застиранное белье, на котором остались следы крови потерпевшей. А одежду, в которой вы находились в момент убийства? Я ее застирал потом, когда пришел. Где застирали? Дома. А что именно стирали? Какие одежды, предметы? Джинсов. Джинсы. Ага. Стирали где? Дома. В ванной. В ванной? Да. А чем стирали? Водоиспорт. Когда Павла Габушева задержали, он был пьян и даже пытался оказывать сопротивление. На следующий день, под тяжестью неоспоримых улик, прежде всего экспертиз ДНК, он сознался в убийстве девочки. Выдал следствию место, где спрятал ножи со следами крови. А затем рассказал, как он попал в квартиру. Дескать, пришел занять у родственников денег. Несмотря на отсутствие взрослых, девочка впустила его и напоила чаем. Взял столовый нож, прошел в комнату потерпевшей, которая сидела на диване, и внезапно ударил ее в спину. Сломал клинок. Школьница убежала на кухню. Добивал уже там. Эксперты насчитали 21 колото-резанное ранение. Он говорит, что мотивом совершения преступления была личная неприязнь как к ее матери, так и к ней самой. На вопрос, зачем он пришел в эту квартиру, он сказал, что он хотел занять денег на приобретение спиртного. Когда пытались установить более подробно, что все-таки побудило человека совершения преступления, последний замыкается, они отвечают. Впрочем, следствие позже доказало, именно изнасилование малолетней стало мотивом для крайне жестокого убийства. Верховный суд Коми учел Павлу Габушеву частичное признание вины и немного смягчил приговор. Ему назначили 24 года колонии строгого режима. Вердикт еще не вступил в законную силу. Усть-Куломский суд приступил к рассмотрению уголовного дела по факту краж из гаражей, подвалов и подъездов в райцентре. В основном зломышленники похищали двуколесное транспортное средство. Оказалось, все 13 преступлений на совести двух подростков 15 и 16 лет. Когда следствие уже заканчивало дело сельских воришек, в нем неожиданно появился дополнительный эпизод. Подробнее Константин Куратов. В июле и августе по Усть-Кулому прокатилась серия краж. Позже похищенные мопеды, велосипеды, мотоциклы стали находить на улицах райцентра. На воришек вышли не сразу. Отпечатки пальцев, изъятые на местах происшествий, гаражах, подвалах, подъездах, полицейской базе отсутствовали. Оперативники закономерно предположили, что преступление совершили подростки. Их догадку подтвердили и записи камер видеонаблюдения, которые зафиксировали двух школьников на угнанном мотоцикле. Парней задержали. Подростки клятвенно пообещали преступление не совершать и отправились по месту жительства. 14-летний домой к родителям, а 15-летний в Сыктывкарский интернат. Но вскоре в Усть-Куломе вновь начались кражи. На этот раз злоумышленники не ограничились транспортом, а проникли ночью в аптеку. Дети-дети, они похитили все-таки гематоген, витамины и денежные средства, конечно, интересовали их в первую очередь. Как и всегда, если несовершеннолетний проникает в магазин, обязательно похищается сладкое, обязательно похищаются конфеты, шоколад. Это уже явный признак того, что преступление несовершеннолетними совершено. Подростков вновь задержали. Отпираться они не стали. Оказалось, инициатором всех преступлений был воспитанник столичного интерната. Он не раз сбегал из воспитателем учреждения к бабушке, которая жила в Усть-Куломе. Подстрекателя арестовали. Его младшего подельника, жителя райцентра из неблагополучной семьи, отпустили под подписку о невыезде. Но 10 ноября, когда уголовное дело уже должно было отправиться в суд, Усть-Куломец, выпив банку Ягуара, вышел на большую дорогу. Подросток, угрожая острым лезвием от точилки для карандашей, на улице потребовал мобильник и деньги у сверстницы. В результате разбойного нападения парню досталось всего 33 рубля. Все, что было в карманах у школьницы. Этого хватило, чтобы отправить малолетнего злоумышленника под арест. К тому же, совершение этого тяжкого преступления сильно повышает его шанс отправиться на несколько лет за галючую проволоку. Ухтинский суд рассмотрел 45-томное уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды по требу общества региона. Подсудимые, питерец Александр Истомин и сыктывкарец Виктор Смирнов, обвинялись в мошенничестве в особо крупном размере. Третий подельник, ухтинец Роман Минин, до сих пор в бегах. Интересны детали расследования. В репортаже Наталья Литкевич. Постойте, значит, постойте. То есть, вы деньги еще не внесли? А что? Да ничего, вы уже, наверное, не нанесете. А чем? Ну, потому что опять закрывается. А вы сколько хотели внести? А где вообще вот нашли вот такую вот штучку? Вот эту вот брошюрку, где вы нашли? Здесь вот это пришли? Нет, знакомая принесла. Знакомая? Она сама уже дочек. Она дочек сама уже? Эта пожилая сыктывкарка принесла свои накопления, чтобы стать членом потребительского общества регионы. 800 рублей, тупительный взнос, плюс один привлеченный участник или лесный отзыв на сайте. И пайщику гарантировали очень высокий доход по вкладу. Например, 75% за 96 дней. Мы являемся не коммерческой организацией. Основная наша цель организации является улучшение материального благосостояния и духовного в целом членов общества. Это производится посредством объединения боевых взносов и умелого руководствования и распределения денежными ресурсами. Деятельность употребительского общества правоохранители заинтересовались еще в конце 2012-го. Провели доследственную проверку и выяснили, работают организаторы регионов с нарушением закона. Лица из числа руководителей этого общества занимались поиском среди населения региона клиентов с целью получения от них денежных средств во вклады до востребования и на определенный срок. И дальнейшее хищение путем злоупотребления доверием. Лица осуществляли банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения лицензии, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере. 12 февраля 2013 года в день Икс утром в офисы фирм в четырех крупных городах республики нагрянули люди в масках. Правоохранители задержали двух главных организаторов пирамиды Александра Истомина и Виктора Смирнова. Изъяли чтенские книжки, сертификаты, банковские квитанции, карты и документы, рекламные буклеты, списки пайщиков. Все это в офисах было в большом изобилии. Оказалось, за девять месяцев своей незаконной деятельности в шести городах республики мошенники приняли в ряды пайщиков больше тысячи человек. Треть из них следствие признало потерпевшими по уголовному делу. Фактически на момент задержания денег, чтобы рассчитаться со всеми пайщиками даже по номиналу у них не было. То есть они вкладывали какие-то свои там бизнесы, то есть не относящиеся к деятельности потребительского общества региона. Они покупали себе определенные полгода машины и так далее ездили в Москву, в Петербург, то есть отдыхали по полной программе. Никаких высокоприбыльных активов в виде акций алмазодобывающих компаний и никаких банков-партнеров у регионов, несмотря на информацию на сайте, не оказалось. Выплата дивидендов осуществлялась только за счет новых пайщиков. Это неизбежно привело бы к краху финансовой пирамиды. Согласно вывода эксперта указано, что данное общество является конкретно пирамидой, осуществляет свою деятельность по принципу финансовой пирамиды и что денежные средства у него кончатся в октябре 2013 года. То есть полностью, никто уже ничего не получит. То есть в течение 2013 года, их же в начале 2013 года поддержали, они бы еще могли свою деятельность осуществлять и принимать также от населения эти деньги, обогащаться самим. Следствие длилось полтора года. Было назначено семь экспертиз, в том числе психологическое и математическое. В итоге было установлено, доверчивые пайщики принесли мошенникам 136 миллионов рублей. Почти 25 из них организаторы общества потратили на свои нужды. Суд, оценив собранные по делу доказательства, признал Александра Истомина и Виктора Смирнова виновными и отправил их на 6 лет в колонии общего и особого режима соответственно. Третий подельник организованной преступной группы, ухтинец Роман Менин, пока в бегах. Но рано или поздно выслушать судебный вердикт ему придется. Ведь срок исковой давности за мошенничество в составе ОПГ 10 лет. Это был крик криминал-комментарии. С вами был Эдуард Бушуев. Во вторник подведем итоги года. Через пару минут не пропустите вечерний выпуск «Времени новостей». Берегите себя и своих близких.